Ну чё, ребятишки, готовы въёбывать? Тогда поехали. Ещё раз такое увижу. Чё, как-то, я в фокусе, да? Металл, блядь, рука, блядь. А ты не охуел ли, как я сахаром? Я тебе на запчасти разберу. В качестве топинга что-нибудь кермоядерное. Опа, погнали. Воткну, запаяю и всё, соберу обратно. Взял уже, заказал, и мне уже пришла вам новая усадка классическая. Не буду в этот раз уже там в три, блядь, в четыре слоя паковать. Так, натяну с двух сторон в один слой. Задую, в принципе, достаточно. А, и заказал ещё этот замок зажигания, типа, на контроллере. Есть вот такой вот провод. Вот видите, ну, короче, вот этот, типа, полушлейф, полупучок. Это идёт на LCD-шку, то есть, ну, на бортовой комп. И у него здесь, ну, красный провод питания LCD-шки. Вон, видите, уже с завода его разорвали. И в разрыв вот такой разъёмчик въебали. Здесь изначально стояла перемычка. Ну, вот такая вот штука. То есть, он просто сюда вставляется, и всё. То есть, ну, перемычка, всё, в общем, работает. Ну, это просто такой, как замочек. Вот, я уже, кстати, в сумку его уже вклеил. Это он будет у меня с левой стороны, то есть, где разъём. Внутри какой-то типа реле на каких-то этих пружинящих контактах. И всё, то есть, вот, ключом просто вот замыкаете. Хоп, всё. Ну, всё, теперь у вас, как бы, перемычка здесь. Так вот, раз, всё, у вас в цепь разторвано. То есть, ну, вот, по сути, я просто, ну, взял заводскую фишку отсюда убрал. То, вот, выдернул и перепиновал просто за 3 минуты. Всё, теперь эта штука, вот, ну, этот провод от замка, вот он втыкается. И, по сути, всё. То есть, мы ключом замыкаем, всё, у нас это всё работает. То есть, контроллер, бортовик работают. Размыкаем ключ, вынимаем всё у нас. То есть, он не включится вообще никак. Ну, по сути, да, даже вот так вот, если даже кто-то на вашем гарничке пытается уехать, догнать и пизды вломить ему. И потом движком пробуксовать ещё, наверное, чтобы такого он больше не творил. Ну, как бы всё. Мне сейчас осталась штука с гидравликой разобраться, с колодками там всё это поставить, настроить. Ну, и трансмиссию настроить. И всё, в принципе. При этом-то я сейчас, в принципе, даже в течение, вот, уже, блядь, около недели, я вообще с ним, по сути, ничего не делаю. Так только вот с аккумом так разбирался, блядь. Столько-столько, блядь. А для этого же, блядь, катаю. Пиздец, блядь. Я что-то, блядь, никогда такую вот штучку не юзал, блядь. Очиститель тормозных дисков. То есть, их даже можно, ну, вот эту вот жижу навела этих ротора. Покрышку прикрываете, блядь, этой штукой ротор обливаете. Через пару минут тряпки протираете, всё, блядь, едите. Колодки тоже снял, они все в говнище. То есть, их надо будет это шлифануть. В принципе, всё, вот, блядь, игре. Это всё, что я хотел рассказать. Довели. Всё, он не вынимается. Вот, здоровщинка. Видосик решил бы в Ultra HD, в широкоформатнике. Ну, здесь купил за 200 рей он верёвку. У меня же здесь уже изначально такие, как две рельсы прикручены. Ну, видимо, здесь какие-то колхозники советские сюда, видимо, эту леску натягивали и её сошили. А я эти рельсы использую как, ну, как крепёж. То есть, взял он верёвку. Сейчас два карабинчика слева-справа. Натяну её, и можно на эту верёвку подвешивать байк и какое-то техническое деяние с ней производить, да? В одно ебало это довольно сложно. Вот он ещё, считай, тяжёлый. Типа вот так, да? Ладно, сейчас тогда отцеплю и надо будет с той стороны ещё подтянуть. То есть, можно он трансмиссию, тормоза настраивать, чтобы кто-то крутить. Понятное дело, он неустойчив. Это не стойка для велос. Ну, такая хуйня такая, трёхногая, ну, типа штатив с осью. Она такая прямо массивная, тяжёлая. Тут-то, блядь, понятно, это, блядь, из подручных средств просто крепежно. Да благо, у меня вот здесь вот такие рельсы в стену забиты и заебись. Я хочу это с тормозами сейчас закончить, поставить тут. О, ну, вроде всё. Сейчас я наконечник найду. О! Да вот и заглушечка свежая. Чё там у Яндекса электрофел есть? Ну-ка, сейчас надо бидосик глянуть. Да мне там просто, блядь, ютап идёт. Всё, я зажать это говно. Всё. А, это же, кстати, хороший тросик-то. Тефлоновое покрытие, типа, у этого тросика. В принципе, всё, осталось вот только. Я сейчас жду пока банки, и приедут мне эту батку допаять. На, ну, ещё один цикл разряда-заряда провести, чтобы убедиться, что всё заебумба. Всё, поставить. Здоровченько. Ну, в принципе, всё. Я не стал записывать, как я получил эти дополнительные там 14 банок, чтобы набить 14 S10P. Ну, просто результат вот. То, что всё, я набил. То есть, вон я их все забил. Вчера подзарядил, отбалансировал. Сейчас разрядную ёмкость он должен показать от 22 где-то до 22,5 Ач. Ну, это разрядная. Всё, у меня здесь всё по стандартной схеме. Автономное питание для тестера. Так как в случае отключения БМС-кой батареи при низком напряжении, эта штука тоже отключается. Поэтому здесь нужно внешнее питание. Это вот, от этого же блока он там на 12 Вольт 3 вертушки нагрузку обдувает. До ночи примерно он так и будет стоять разряжать. Уже много-много времени прошло. Уже на улице стемнело. Ох, тут прохладненько. Что у нас там? 50,5 Вольт напруга. Ёмкости уже сколько съело? 15,5 Ач съело уже. До 44, однако, или до 43 можно будет разряжать. Пришёл мне, кстати, фонарь, который я заказывал. А, или я вообще даже, да, о нём не упоминал. Бренд Rock Bros на 1000 люмин. У меня было нечто подобное такого цилиндрического форм-фактора на 800 люминов. А этот на 1000. Ну, тут зарядка, ещё что-то. То есть, вот он крепёж, его можно наверх и на низ. А у этого линза ещё под 45 градусов стоит. То есть, он должен как-то по-другому светить. Луч не направлен, он у него рассеивающий. Ммм, кстати, оно, блядь, может даже и лучше. Окей. Сколько оно тут разряжалось? О, давай, вот так вот. Автоматика. Смарт-хоуми там вся хуйня. Всё, батарея сейчас отключена. 22. Ну да, 22 500 Ач тут разрядная ёмкость. Это очень дохуя. 100 плюс можно проехать по расстоянию. Ну всё, ок. Зафиксировали, так сказать. Ну-ка, кстати, так чисто поровлить, он вообще туда пойдёт. А то мне можешь от этого рукава, блядь, на три обёртывания хватит. Но я не буду там, блядь, в два-в три слоя делать, как я первый раз делал. В один слой завернуть его и всё. Взять там, подержать, повёртеть, да, блядь вот. Он, в принципе-то, блядь, небольшой. Полностью туда влезает, ебать. Вот это я не прогадал, взял второй раз, взял прямо нужный диаметр. Я сейчас уже всё реже-реже записываю, потому что записывать-то, блядь, нечего. Всё, блядь, одно-то, по одному всё. Но я человек крайне целеустремлённый, поэтому я, как бы, не бросил это всё. В принципе, а что тут бросать уже всё готово? Тут осталось чисто, как бы, ну так, тупо, блядь, физически это всё, блядь, упаковать туда. Да и всё, в принципе, там, говорю, там всё, это мелочь, а осталось и можно. Так, ну вроде всё, всё я в рукав нацепил, кайфы, пойдёт. В принципе, вот эта вот область, она и будет открытая, потому что БМС-ка должна охлаждаться, её не нужно наглухо забивать, это бред. Затянул его, так сказать, всё, вот он, классика кум. Ну, в принципе-то всё, он готов по напряжениям, по секциям я глянул в программке, всё заебись. Но я всё-таки переосилил себя, и всё здесь, вольтметр. Всё, он работает. Что я крайне расчётлив. Да я бы мне сказал, что он тяжёлый, ну да, вот в таком состоянии, может, килограмм-семь. А давайте-ка чекингс. Ох, ебать, восемь, он восемь килограмм, восемь-сто даже. Неплохо. Ладно, держу в курсе. Так, что тут у нас? Запись номер один. 29 мая, часа 40 минут ночи. На столе имеем определённого пациента. Аккумулятор постоянного тока, литий-ионная. Ёмкость 25-26 Ампер часов напряжения. Около 60 Вольт. Поступил с проблемой утечка напряжения по двум секциям. Будем разбираться. Так, ну я вижу, здесь уже ассистент пометил. Некоторые банки, а, то есть мы имеем пятую и шестую секции. В них просадка. Ага, вот банка раз, два, три. Я так понял, одну меняем точно, а вторую третью при необходимости. Это в одной секции, во второй. Здесь мы имеем только одну банку под замену. В принципе, проблема решена. Шлейфы от балансира отцеплены. Отлично. В принципе, всё. Он уже вскрыт. Анестезии. Главное, не под эвтаназией. Да, я думаю, приступим за работу. Перекачался. Я партию в рот, я на марсе, класс. Они решают борцов злой. И надзадюбок белкового крема. Всё, я сказал.